Доброе утро, мой хороший! Пойдём завтракать. Слышишь? Ты не хочешь? Моё, иди ешь моё. Я тебе заказала, чтобы ты съела. Да? Так, у меня сегодня цикорий. Кофе у нас закончился. Поэтому буду пить цикорий с молоком обязательно. Тортик вчерашний Наполеон, который был у папы на дне рождения. У Григория чай и шарики шоколадные с молоком. Ну что, начинаем наш день с уборки. Сегодня мы не вяжем, потому что у нас там какое-то мини-обледенение. Гриша сейчас, кстати, пошёл на него смотреть. Батут весь замёрз. Блин, я не знаю. Конечно, его не убрали, но времени вообще на это нет. У нас идёт дождь и минусовая температура. Вся машина у родителей заледенела. В общем, всё во льду. Чудеса. Зимы. Вернее, даже ещё осени. Зима будет только в пятницу. Англичане. Мы, в общем, с Григорием английским занимаемся. Покажи. Мы в приложении на телефоне смотрим. Кто хочет вообще учить слова? Ты хочешь? Я не хочу. Мы смотрим произношение. Ну, перевод, естественно, в книге там есть, но мы его тоже и здесь смотрим. И сейчас Гриша будет учить петуха. Сегодня будут у нас на обед котлетки. Здесь куриный и свина, говяжий фарш. Да, лук без картошки. Лук, яйцо, соль, перец и немножечко чеснока. Вот, буду их панировать в муке и жарить. Тут у нас слова по-английскому. Так, ну что, сейчас будем готовить котлетки. Так, здесь у меня мисочка для смачивания рук в воде. Ну, у меня прям не ледяная. Я не люблю, ой, даже масло тут стреляет, потому что на сковородке было несколько капель воды. Так, теперь делаю котлетки. В общем, я не особо сильно отбиваю, кто-то прям очень сильно. И вот такие вот котлетки, обваливаю их просто в муке. И вот такие вот будут жариться. Вот, взять немножечко, смачиваем руки. Так что, поехали жарить котлеты. Именно вот такие вот понравились всем, когда они были без картошки. Понятно, что их тут будет меньше штук, потому что картошка это и сытность, и объем. Я все выключаю и жарю. Я приготовила подливу. Здесь у меня сметана, томатная паста, лук, морковка, чеснок и болгарский перчик. Котлетки дожариваются. Вот, здесь и рис. Собираемся уже в школу Григория. Я его везу. Сейчас только банку для молока возьму. Все, садись в машину, там все прогревается. Загревается, хорошо? А что, уже тепло будет? Да. Пока. А теперь за молоком. С моей подписанной именной банкой. Я уже забрала молоко. 140 рублей у нас стоит 3-х литровый баллон молока. Также я купила зубочистки. Сливки будем сейчас делать. Соленую карамель. Более 33-х обязательно. Ну, чтобы она была густая. Соленая карамель. Батон. И вот такую вот вкусную штуку. Думаю, что Гриша сегодня разбил вазочку. Там были пряники, и там оно все смешалось. В общем, поэтому будет как-то так. Там указалось еще от котлет. Еще купила мандарины, апельсины. Вместо конфетам. Цукаты. У нас уже развешаны по таким пакетикам. С разной ценой. Изю 25 есть рублей. Вот. И изюм. Хотя... А, у нас уже весь закончился. Поэтому, да, уже думаю, что я его купила, если у нас есть. Так. И мандарины по 100 рублей. Апельсины даже не помню. Почем на мандарины? Вроде бы сказали, что уже сладкие. Ну, будем пробовать. Это все дети ждут Нового года и едят мандарины. Так. А еще я купила набор вот такой вот из трех вот таких вот баночек. И в одну из них сейчас мы будем делать соленую карамель. Для... Майку. У нее сегодня день рождения. Вечером мы ее поздравим. Поэтому, чтобы карамель остыла, нужно ее заранее сделать. Так, отмеряем 150 грамм сахара. И ставим растапливаться, не мешая ничего, пока месь... Я уже, кстати, готовила такую карамель. Растапливаться на медленный огонь, пока вот здесь уже с краев не появится соленый, топленый, да, расплавившийся сахар. Такая золотая корочка. Ну, она не корочка, в общем, золотая карамель. Потом только уже можно начинать немножечко помогать силиконовой лопаткой. Ну, в общем, куча-куча видео, все нюансы можете посмотреть на ютюбе. Я думаю, у девочек-кондитеров там все настолько подробно расписано. В общем, 150 грамм сахара. Ставим растапливаться и 150 миллилитров сливок в микроволновке подогреваем. Так, пока сахар топится, я подогреваю сливки в микроволновке и отмеряю сливочное масло. Сливочного масла нам понадобится 40 грамм где-то, ну, можно чуть меньше, чуть больше. Вот так вот у меня. Теперь все, внимание на сахар. Так, вот такая вот карамель получается. В общем, варим до того, пока не растопится весь сахар. И не станет такая однородная гладкая масса. Так, ну что, теперь будем добавлять все. Все растопилось, все прекрасно. Карамель получается, надеюсь. Теперь добавляем кусочек сливочного масла и мешаем. Это все разница температур так влияет. Так, вот так вот. Так, и теперь после масла вливаем сливки горячие. Очень аккуратно. Реакция просто бешеная. Несмотря на то, что сливки горячие, они все равно холоднее, чем карамель. И все время нужно мешать. Ух ты, как все тут химичится. Так, все. Теперь немножечко подсаливаем, раз это у нас соленая карамель. Буквально щепотка соли. Еще парочку минут, даже может быть меньше варим. И все, карамель будет готова. Как только мы выключили газ, все, все пузырьки вышли и получилась очень-очень гладкая и блестящая карамель. Теперь ждем, пока она немножко подостынет. Без холодильника она будет жидкая. Потом, когда уже хорошо остынет, и поставить ее в холодильник, то она будет густая, вкусная карамелька. Ну что, рассказываю. Я, в общем, как всегда опаздываю. Сейчас уже еду за Антошкой и за Викой на танцы. И везу к кому поздравлять подарок, потому что она у нас тоже танцор. Сейчас покажу, что здесь я накошеварила. Так, здесь у меня пакетик с открыточкой. С вот таким вот пряничком. С днем рождения. Все делала очень-очень быстро. И здесь у меня еще вот такая вот карамелька соленая, перевезная бантиком. Вот, в общем, вот такой вот подарок на день рождения. Также еще Антохина сумка на танцы. Листочка. У меня почти такая же, как у тебя. Так, ты гулечку не забудь отдать-то, Викусе. А, Викюшка, мау! Чего ты? На коблик, да? Угу. Открывай все. Мы поедем на тетю Оли на тетях денег? Нет, тетю Оли сегодня не отмечает. Расскажи лучше, как танцы. Что делали сегодня? Уже танец какой-то учили или еще нет? Нет. Это, я думаю, что мне несколько упражнений сказали. Молодец. Несколько. Каких? Сложно? Нет. Как не стало, чтобы виноваты нет? Я даже не знаю. Вот когда будет рассоленеть, это мы выедем. Рассольник. Рассольник есть красный. Солянка красная. Да. Она таким же маленьким. И тоже там есть огурчики. Да. Правильно. А у нас сейчас на ужин рассольник. И котлетки. Мой любимый суп. Давайте кушать. Мама! А, кто там? А ты еще такой приготовишь? Так, давай еще этот съедим. А ты еще приготовишь такое? А, ты еще что-то не доел, а потом я все приготовлю. А кто это, Афань? Николай. Я вам еще выбор. Правда? Как приятно. Так, Григорий везет папа. Потому что там такой дождь, мне не хочется. Мама, поехали. Нет, папуля. Проходи, папа. И Марсик с вами, да? Гриш, ты же не забудь, что ты в Ниву садишься. Сейчас хочу попробовать сделать звездочки космические с помощью аэрографа. Сначала их нужно просто залить глазурью белой. Достаточно жидкой. В общем, средняя у меня будет консистенция. Вес контурная. То есть глазурь та, которая растекается. В общем, это очень сложная консистенция. То есть она и не жидкая, и не густая. Что-то среднее, но при этом растекающаяся и разравнивающаяся. Так что сейчас будем все это заливать. Так, я одну звездочку уже залила. Сейчас еще одну будем заливать. Держать нужно мешок вот так вот сверху. Чтобы контролировать процесс. И начинать с какого-нибудь угла. Обязательно, чтобы пряник лежал на салфетке, чтобы его не трогать. А если необходимо что-то повернуть, то значит делаем это... Ну, то есть крутим салфетку. И как раз тогда не будет вообще никакого с ним контакта. Вот так вот. Вот так вот. Берем зубочистку или шило. И помогаем себе. Сейчас я еще возьму салфеточку. Так, салфетку я взяла, где нужно было вытирать в начинку. Здесь попадаются иногда языки воздуха, которые очень хорошие внуки. И просто чистой-зубочисткой мы пропалываем. Салфетку равную. Здесь есть излишки, тоже вытирать в салфетку. Я вам теперь рассказываю, что мои пряники подсохли. Я увидела в инстаграм у одной девочки мастер-класс, на котором... Вернее, это был прямой эфир, такой мини-мастер-класс для пряничниц, где она сушит пряники в духовке. 50 градусов, конвекция. И вуаля, 10 минут пряники высохли. То есть глазурь, вернее, на пряниках засохла. И она становится, когда ее сушишь в духовке, более блестящая. И теперь можно работать аэрографом и водкой. Не пугайтесь. Водка очень быстро испаряется. Быстрее, чем вода. То есть если попадет вода на глазурь, то так как вода растворяет сахар, так как основной состав глазури – это сахарная пудра, поэтому все растечется. Так что ни в коем случае много воды нельзя. Совсем чуть-чуть. И если рисовать кисточкой, да, то есть дорисовывать все водой, то только по пряникам, которые отстоялись всю ночь. По собственному опыту могу сказать, вот такие 10-минутные для кисти не подойдут, так как все равно еще все там до конца не стабилизировалось. Но это по моему опыту. Если у вас получится и все отлично, то я очень за вас рада. Так, а сейчас буду пробовать аэрографом делать «Звездное небо». Я привезла уже Григория с карате. Сегодня они тренировали ката. Прямо там много, несколько видов ката для сдачи на пояс. И купила сегодня мандарины же. Обалденно пахнет мандарином в доме. В общем, у нас сейчас запах мандарин. И доктор Рихтер! Я прям полюбила его. Сейчас реклама. И буду, в общем-то, смотреть Рихтера. И начинаем, как это называется, тушевать, рихтовать. В общем, тонировать пряники под космос. Я как-то говорила под «Звездное небо». Ну, в общем, космос, «Звездное небо», что-то в этом роде. Не знаю, как получится. Надеюсь, что красиво. Вот мой аэрограф китайский. Я его уже показывала. Он прекрасно работает. В нем единственный недостаток – это нет вот этой крышечки. Но, честно, я уже к этому привыкла. Поэтому и без крышечки он прекрасно работает. Главное, чтобы была водка и краситель. Я все это делаю над раковиной, каждый пряник, чтобы не вымазывать. Хотя, можно, мне кажется, постелить бумагу, либо какую-нибудь все время клеенку, да, или что-то застилать. Так, ну что, я приготовила три судочка. Мисочки с водкой. Здесь водки совсем немножечко. Я не знаю, видно ли вам. В общем, здесь совсем немножечко водки. Шприц. Им я набираю отсюда всю жидкость. Сейчас я ее окрашу. И переношу в аэрограф. Вот. Что дальше? Теперь нужно их окрасить. Я буду окрашивать в... Какой? В розовый, в синий. И здесь капельку-капельку черного. Но еще не уверена. Может быть, сделаю темно-синий. Но розовым и голубым таким буду в любом случае. Так, добавляем красители. Здесь у меня топ-продукт синий. Совсем немножечко, но разбавляем их с водкой. Блин, надо салфетки. Так, такой же топ-продукт. Вот чем топ-продукт плох. Вот такой вот упаковкой, которая вот такая вот грязная. И никакой с ней зеленой мы не будем. Попадаем. 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 Это розовый. И сейчас еще добавлю вот такой вот голубенький. Он такой бирюзово-голубой. колоргель мне очень нравится своей упаковкой вот все, что есть у меня красители колоргель которые старые вот, например, черные у меня с прошлого Гришкиного дня рождения то есть ему уже год и он прекрасный, видите, он никакой не черный по низу а вот этот даже новый, здесь я просто срезаю носик так вот такой червячок, потому что он очень густой топ-продукт вот жидкий прям намного так, теперь сейчас я это все зубочистками размешаю и будем аэрографить так, ну что, теперь будем пробовать все покрывать начнем с розовым цветом берем розовый краситель разбавленной водки шприц так делаю я, не знаю, как делаете вы так, чтобы мне теперь поставить, чтобы было видно и чтобы... вот у меня еще рядом стоит один поднос, на который я буду просто пшикать привку, то есть направлять вот этот вот пистолет, то есть я сначала его сюда буду направлять, а потом пшикать пшикать на пряник, потому что первые бывают брызги очень грязные, не мелкие, но в общем сейчас посмотрим для начала убираем, для начала убираем наш пряник ставим сюда вот этот поднос, вливаем сюда краситель, я надеюсь все видно водка и теперь начинаем ой, а что-то тут не работает что-то не работает, блин представляете сейчас бы посмотреть вот все работает, просто я чего-то это в общем все работает и теперь убираем этот поднос и ставим сейчас литой и начинаем так, теперь продолжаем в общем, сейчас будем розовым потихоньку все пьяники, потом остальными цветами Антош, тебе нравится Рихтер? да что ты любишь смотреть, сынок? Рихтера? очень люблю они заполняли они заполняли мне такое платье да? угу Афанасий Сергеевич, иди ко мне мама, смотри он долго стоял на руках вот так вот так он делал а смотри, как я умею давай вот так вот так вот так как это ты ух два Антуша так я сама лич Ёй Ну что, всем спокойной ночи. Вот такая вот у нас звездная ночь сегодня. Все, по-моему, отлично получилось. Мне очень нравится, теперь все будет высыхать. Добавила еще несколько точек белым и розовым асингом. И все. Спокойной ночи, мои звездочки.